Приветствую вас. Трудно не согласиться с экспертом Лидии в ее ответе. Она дала, как всегда, исчерпывающий и максимально точный ответ. Это не реклама. Но я все же хотел бы добавить кое-корее от себя. Дело в том, что, на мой взгляд, те признаки зависти, которые привела моя коллега, могут быть очень индивидуальными, и этих признаков вы можете не замечать. Их действительно порой очень сложно заметить. Ну вот, например, давайте попробуем. Значит, вот Лидия пишет, значит, пантомимика, закрытые позы, амплитуда движений, натянутая улыбка. Значит, человек может вести себя таким образом и не только из-за нависти. Некоторые напряжения, некоторые переживания нервные, я имею ввиду, и некоторые типы личности, они соответствуют подобной симптоматике. Обесценивание ваших достижений и радости может быть не только и не столько признаком зависти, сколько признаком фрустрации, в первую очередь. И зависти как, знаете, как следствие. То есть, человек хочет чего-то добиться, видит, как это то, чего он хочет добиться, получается, у других людей, по сути. И это его раздражало. Вот. Соответственно, фрустрация здесь выступает первично. Вообще-то говоря, зависть – это и есть фрустрация. Значит, далее, сравнение с собой по типу «я тоже, мне тоже». Здесь, опять же, зависть – это неуверенность в себе, да, это сомнение в себе. И, опять же, зависть здесь идет как следствие, понимаете, как следствие. Выход из обсуждаемой темы и другие деструктивные поведенческие модели. Ну, опять же, выход из обсуждаемой темы может следить за то, что человеку она просто неинтересна или задевает его какие-то чувства. То есть, зависть здесь может быть, но далеко не всегда. Демонстрация негативных эмоций. Да, вот демонстрация негативных эмоций – это очень правильный признак, но я хотел бы, чтобы мы с вами определили его контекст. Значит, сейчас я об этом скажу. И последнее – голосовое интонирование. Ну, вот, голосовое интонирование – это, опять же, лично такое, на мой взгляд, малозаметный в повседневном опыте, в повседневной жизни признак. То есть, ну, вы, ну, слышите вы голосовую интонацию. Ага, ну, ладно. Вот, вы ее слышите хорошо. Ну, и… и что? Вы вряд ли будете анализировать, как стоит донат. Вы вряд ли будете как-то, ну, что-то с ней делать. Я имею в виду, вряд ли вы будете как-то ее, ну, анализировать. Вот. То есть, это такой, на мой взгляд, довольно, знаете, трудный, трудно отслеживаемый признак. Вот. Значит, что касается демонстрации негативных эмоций. Как я уже сказал, этот признак является одним из самых, таких вот, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, этот признак является самым верным. И нужно понимать всегда, о каком именно признаке идет речь. То есть, о каком именно проявлении негативных моментов идет речь. Если человек демонстрирует негативные эмоции по отношению к вообще каким-то факторам, если человек демонстрирует свои эмоции, свои переживания, значит, вообще каким-то, каким-то вот событиям, факторам, да, то это, вот этот момент еще не означает, что он завидует именно вам. А вот если же человек негативно реагирует именно на какие-то обстоятельства, когда дело касается вас, вот это, конечно, означает, что он вам завидует. То есть, только в контексте вас, только когда вы начинаете говорить о себе, по сути дела, только когда вы начинаете рассказывать о своих каких-то достижениях, вот это является явным признаком того, что человек вам завидует. Это является главным, ну, очень, значит, главным, да, признаком того, что человек вам завидует, действительно. И вот в таком случае все-таки можно говорить о том, что зависти есть. И опять же вопрос, вот, что вы можете сделать в этой ситуации, да, можете ли вы как-то в этой ситуации себя проявить? Может ли вы можете ли вы как-то сделать так, чтобы человек вам не завидовал? И ответом на этот вопрос будет следующее, то, что нельзя, к сожалению, нельзя. То есть, невозможно сделать так, чтобы человек не завидовал, если у него это есть по отношению к вам. Невозможно сделать так, чтобы человек не завидовал. Поэтому, если вы боитесь, что вам навредит человек, то первое, что вы можете сделать, это, значит, первое, что вы можете сделать, это уменьшать свои собственные достижения, если хотите. А второй момент, это отдаляться от человека, то есть не общаться с ним так близко, никак с ним не соприкасаться. Никак с ним не взаимодействовать. Это момент, который поможет вам, значит, как-то вот снизить негативный эффект от зависти его. Но если вы боитесь вреда, то я могу вам рекомендовать только всяческое отдаление от этого человека, либо помощь ему в достижении того, по поводу чего он вам завидовал. Тут вот, как бы, других вариантов нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!